друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал маркет составляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и не забывайте ставить лайки ну что ж торговая сессия среды сегодня по итогам двух дней будут подведены итоги заседания американского регулятора это пожалуй самое важное событие для доллара за последние месяцы кто-то считает что именно это событие а именно текущие заседания точнее его итоги станут судьбоносными для доллара на ближайший год и больше потому что при определенных изменений денежно-кредитной политики у доллара появится конкретная мотивация на движение в конкретном направлении на данный момент индекс доллара котируется на отметке 94 05 если вернуться к теме итогов сегодняшнего заседания то их можно разделить как бы на две составляющие во-первых это изменение касательно процентных ставок и изменение касательно действующей программы количественного смягчения на 120 миллиардов долларов сразу стоит отметить что процентные ставки на текущем этапе трогать не будут и более того а сроки изменения первого повышения за много лет ключевой процентной ставки эти сроки настолько неопределенные что наверное даже говорить сейчас о них и неуместно сначала нужно свернуть программу количественного смягчения но свернуть просто за одно-два заседания это невозможно должна быть конкретная дорожная карта постепенного выхода из этой программы чтобы для финансовых на рынков не было обозначено каких-либо шоковых вариантов развития событий если не с того ни сего рынок в один прекрасный день проснется и осознает то что он без экономических стимулов поэтому сегодня как мы говорили и вчера и неделю назад а с максимальной долей вероятности американский регулятор шан поступит так как он готовил нас трейдеров и инвесторов заранее будет анонсировано начало сокращение программы количественного смягчения путем первого шага и и сворачивание сокращение на 15 миллиардов долларов в месяц и эти изменения должны вступить в силу в декабре если впоследствии темпы выхода из программы ки не изменится то соответственно на полное прекращение данного данной меры экономического стимулирования понадобится на 8 месяцев в рынок это прекрасно знает основной фокус внимания будет смещен на перспективы инфляции американской экономики на перспективы экономического роста на перспективы рынка труда и как раз вот всю эту статистику фреса подведет подытожит к идее того когда же стоит рассчитывать и ожидать первого повышения процентной ставки важно отметить друзья то что сегодня до оглашения итогов заседания американского регулятора будет опубликована статистика по количеству новых рабочих мест вместе с хозяйственного сектора по частной оценке и дипи это традиционный отчет который за два дня опубликуются до всем известного релиза но он фарм фэрлс и обычно по и дипи уже можно судить о качестве цифр официального релиза который выходит от пятницу важно что сегодняшний дипи фактически будет представлен нам за несколько часов до итогов заседания фрс и конечно же американский регулятор его чиновники и джером паула который возглавляет это ведомство эту статистику будет анализировать внимательно фактически под лупой потому что это очень важный релиз который может уточнить перспективы именно корректировки национальной американской денежно-кредитной политики напоминаю друзья то что слабость рынка труда возможно является до сих пор основной причиной вялости фрс отсутствие проактивности в решениях которые связаны с корректировкой денежно-кредитной политики я думаю что эта вялость по итогам на всего октября она будет подтверждена официальными цифрами в пятницу и полагаю что фрс также это прекрасно понимает до октября то есть сентябрь и август у нас также были очень плохие цифры по нон-фарм первос и исходя из этого я рассчитываю на то что американский регулятор все таки не порадует сегодня покупателей более приближенными перспективами скажем так ужесточение монетарной политики в виде повышения процентной ставки и коснется темы роста ставок к плоскости того что еще недостаточный прогресс на вот в текущие экономические условия для такого рода на изменений это скорее всего будет воспринято в негативном ключе для инвесторов для трейдеров и если посмотреть сейчас на рыночные настроения которые присутствуют на финансовых рынках большинство считает что вот этого шага по началу сокращения программы количественного смягчения будет достаточно чтобы интерпретировать как первое ужесточение монетарной политики и на этом фоне купить доллар потому что он точно вырастет друзья 99 процентов а статьи отчетов прогнозов которые я видел в последнее время основаны как раз на том что доллар сегодня должен предсказуемо вырасти вы конечно же можете решить для себя приемлем ли для вас такой сценарий поведения но я все-таки может быть немного перемудрю может быть и нет если учесть то что я предан пока что позиции коротких продаж без точно конкретных сигналов от американского регулятора по скорому повышению процентных ставок я останусь предан идее короткого доллара и сегодня попробую также как это делали ранее поиграть торговать поспекулировать против а толпы поэтому полагаю что по факту сегодняшнего решения индекс доллара все-таки окажется ниже 94 пунктов но единственное что могу отметить что тема сокращения программы количественного смягчения она возможно уже действительно была заранее заложена в цены если никаких изменений никаких интересных комментариев от федеризирования будет то целом волатильность по факту этого события может оказаться не такой как ожидают те кто настраиваются на какую-то на какие-то гипердвижения на финансовых рынках я остаюсь предан короткой позиции поэтому в связи с этим на золото думаю что все-таки еще есть потенциал до конца этой недели вернуться в район 1800 и попробовать добраться до цели 1815 7 долларов за тройскую и по остальным активам как бы касательно немного разберем потому что все-таки основная тема сегодняшнего дня это заседание фрс рынок нефти 83 91 завтра детально поговорим о его перспективу потому что завтра заседание опек на данный момент котировки в районе 84 долларов за баррель единственное что могу отметить что сити сейчас спешно пересматривать свои прогнозы по бренду wti по wti ожидают 90 долларов за баррель по бренду соответственно чуть выше завтра на брифинге мы буквально за несколько часов до заседания опек еще раз с вами обсудим спрос предложения соотношение тихо категорий меры которые могут быть приняты зачем почему в общем подготовлю вас к тому что будет в итоге сказано по итогам заседания и по остальным активам австралийск против доллара но 74 35 я считаю что есть потенциал роста возвращение пары выше 0 75 хотя бы на фоне заявлений руководство резервного банка австралии о том что ставки будут повышены раньше чем ожидалось если бы не такой скачок локальный цен на железную руду важнейший экспортный ресурс австралии по отношению к китайскому рынку если бы не такое снижение цен на данный сырье актив я думаю что уже сейчас мы наблюдали бы за котировками 0 75 но все равно перспектива монетарной политики резервного банка австралии станет движущей основной движущей силой для австралийца уже в ближайшее время и пара быстро наверстает потери которые были понесены в рамках вчерашнего дня доллар канаде цели 1.23 также не меняется американский фондовый рынок все ближе к нашему заветному профитному ориентирую 4 700 на данный момент snp nasdaq dow jones на исторических максимумах снг уже в 61 раз обновил исторических а 4 617 пунктов и если друзья в ближайшей неделе мы доберемся до 4700 пунктов точно можно будет сказать что snp принес колоссальную прибыль нам как инвесторам в рамках этого года за что им огромное спасибо и фунт против доллара 1 3628 сейчас на фунт давит ситуация с к видом рост числа заболевших в англии в среднем суточном выражении общее число уже достигает 40 тысяч я надеюсь то что эта тенденция будет сломана ближайшее время и есть еще фактор такого политического характера это эскалация напряженности в отношениях между францией и великобритании по вопросу рыболовство что чревато для лондона серьезными экономическими потерями потому что франция по сути уже пригрозила прекратить на отгрузку рыболовной продукции великобритании в портах на франции и запретить вообще а экспорт серия на континент экспорта товаров со стороны великобритании диалог продолжается я надеюсь то что эта тема уйдет на второй план уже завтра потому что завтра заседание банк англии в ходе которого ожидается повышение процентной ставки соответственно логичная реакция фунта в виде роста и возвращения ближе к уровню 1.38 друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание хорошей торговой сессии ждем итоги заседания фрс всем пока